Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о таких важных, эффективных микроорганизмах, как целлюлоза, разрушающая микроорганизмы. Целлюлоза является одним из главных компонентов растительных остатков. Она играет огромную роль в питании почвенных организмов, макроорганизмов, микроорганизмов в формировании самой почвы. Неудивительно, что роли целлюлозы в образовании почв, в микробиологии почв, в питании растений уделяется такое большое внимание. К целлюлозы, разрушающим организмам, относятся самые различные организмы разных систематических групп. Это и высшие грибы, те, которые мы кладём себе в корзинку. Ядовитые, не ядовитые, всякие разные. Всё это называется высшие грибы. Это микроскопические грибы, те, которые не видны глазом. Иногда мы можем видеть их в виде каких-то плесеней, но таких крупных плодовых тел они не образуют. К ним, например, относятся в том числе триходерма. Это специфические бактерии, которые называются миксобактерии. Это аэробные бактерии, это актиномицеты, такая группа бактерий очень важных. Одни из актиномицетов, стрептомицеты, производят такие важные для нас препараты, как, например, фитоверм и другие, которые подавляют развитие нежелательных насекомых, клещей, а также даже нематод. А также анаэробные бактерии. В процессе разрушения целлюлозы солируют грибы. Мне было важно поднять эту тему, потому что на просторах интернета среди видеоблогеров можно найти самых настоящих маркобесов, которые, несмотря на всю симпатичность своих выпусков, вещают из экрана самую настоящую чушь. Они говорят, что можно приготовить замечательный М-препарат, особенно бактерии, которые будут разлагать быстро целлюлозу и способствовать ускорению разрушения компоста из печени животных и из рубца жвачных животных, в силу того, что рубец населен целлюлозоразрушающими микроорганизмами. То, что он населен такими организмами, это правда. Кроме того, целлюлозоразрушающие организмы находятся зачастую в кишечнике различных насекомых. Ведь насекомые не в состоянии переварить целлюлозу. Это достаточно трудный для усвоения компонент растений. Однако же в этом им помогают целлюлозоразрушающие бактерии. И у кузнечиков, и у жуков, у колорадского жука, у многих гусениц такие бактерии имеются. Однако же использовать кишечные какие-то компоненты из желудочно-кишечного тракта животных, в том числе жвачных, для создания биопрепарата для ускорения разложения компоста с точки зрения обогащения его целлюлозоразрушающими организмами нет никакого смысла. Во-первых, все эти микроорганизмы замечательные из коровы выходят естественным путем в виде навоза. Никаких проблем, их можно все там найти. Не обязательно для этого использовать рубец животного. А во-вторых, далеко не все бактерии, которые привыкли жить в симбиозе с животным, с желудочно-кишечным трактом крупнорогатого скота, способны приживаться в почве или в компосте и выполнять там те же самые функции. Да даже температура уже не подходящая. Они не будут там жить в этом компосте и не будут выполнять эти функции. Поэтому я призываю вас критически относиться к подобного рода рекомендациям. И хотя я тоже мог бы вам рассказывать про то, что 30 грамм печени, измельченных, растворенных в 10 литрах воды является замечательным удобрением, и это правда, без всяких там бактерий, это правда. Ведь вспомните, наши бабушки, ну по крайней мере моя точно, поливала свои любимые герани и глоксинию кровью из-под мяса, после того, как она помоет мясо, особенно если на балконе. Так сильно разведены, чтобы туда не летели мухи, и оно не завонялось. И всё бушевало и пыхтело. Это верно, ведь это белок, ведь это азот, ведь это фосфор, ведь это все необходимые растениям элементы питания. Но как-то я до сих пор не привык, что качественные продукты питания, такие как мясо, кровь, печень, могут использоваться для подкормки растений. В этом нет никакого здравого смысла. Есть совершенно другие и гораздо более удобные субстраты, более разумные, нежели чем эти. Иначе мы можем прийти к той идиотической идее, которую продвигал известный академик отельского хозяйства Трофим Денисович Лысенко, антигенетик, когда он кормил отходами шоколада, говорили тогда шоколадом коров для получения высоких надоев. Ведь мы до такого можем дойти, когда будем использовать ценные пищевые продукты для выращивания растений. По-моему, этого делать не стоит. Даже несмотря на то, что продовольствия много, и даже в избытке, и даже нам приходится его квасить, сохранять для того, чтобы использовать в качестве удобрения. Может быть, просто стоит меньше потреблять и не покупать лишнего. Но мы отвлеклись от основной темы. Итак, солирующую роль, главную роль в разрушении целлюлозы в почве играют грибы. Особенно хорошо грибы работают в тёплых регионах с богатым азотой почвы. Здесь можно найти огромное разнообразие целлюлозы, разрушающих грибов. Но самым главным условием их активного существования является наличие богатых запасов доступного азота. Особенно хорошо такие грибы развиваются в чернозёмах, там, где всё для них это есть. Поэтому главным важным фактором ускорения разрушения целлюлозы в таких почвах является обеспечение её достаточным количеством азота. Кроме того, многие бактерии замечательно используют целлюлозу только в случае, если имеется также богатый источник азота. Например, такие бактерии могут находиться в компостно-навозных удобрениях. Они очень широко там представлены. Почему? Потому что это богатая органикой, а также богатая азотом среда. Поэтому правило номер один. Для ускорения разложения растительных остатков, для возврата углерода назад в почву, для обогащения почвенной микрофлоры, для ускорения её развития хорошей, позитивной микрофлоры, правильной и эффективной микрофлоры, нужно обеспечить её достаточным количеством азотного питания. Удивительно, но до сегодняшнего дня многие верят в то, что из нашего огорода, наш огород, можно превратить в вечный двигатель. Вырастить растения, собрать урожай, затем те растительные остатки, которые не употребляются в пищу, сложить, приготовить на их основании компост, компост нести в почву, и всё так можно долго-долго-долго выращивать растения. А откуда будет браться азот в почве? А откуда будет браться фосфор в почве? Ведь часть мы выносим питательных веществ вместе с продуктами питания и не возвращаем их в почву. Что-то вымывается в грунтовые воды, что-то уносится с ветром, с поверхности почвы, с эрозией и так далее, и так далее. Никакого вечного двигателя не бывает. Поэтому если вы ведёте сельское хозяйство, вам непременно надо пользоваться внешними источниками, в первую очередь азота, для того, чтобы ускорить развитие вот этих целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Многие целлюлозоразрушающие микроорганизмы не любят низких значений pH. Низкие значения pH означают высокую почвенную кислотность. В этой связи нейтрализация излишней почвенной кислотности, внесение известковых удобрений, мело извести примерно 200 г на квадратный метр ежегодно или раз в несколько лет, в зависимости от того, насколько эта проблема у вас сильная, существенно улучшат состояние почвенной микрофлоры, в том числе эффективных целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Эффективно ускорят вовлечение растительных остатков в оборот в использование почвенной микрофлоры и как конечный результат продуцирование полезных и необходимых вашим растениям веществ для того, чтобы они давали хороший и богатый урожай. Как я уже сказал, наиболее богатый такими микроорганизмами чернозёмы по мере продвижения на север целлюлозоразрушающих организмов становится всё меньше и меньше. Это и понятно, ведь объём растительного покрова делается всё меньше и меньше, питание в почве становится всё меньше и меньше. Микрофлора северных почв, сибирских почв в том числе, не обязательно только на севере, может это быть и довольно южный регион, но с неблагоприятным для растеневодства климатом. Поэтому там нам необходимо обязательно для хороших урожаев, для здоровых урожаев обогащать почву другим органическим веществом. Навоз, птичий помёд, различные компосты, в том числе с добавлением азотных и фосфорных удобрений, являются прекрасной подкормкой и стимуляцией для целлюлозоразрушающих микроорганизмов. И учёные не дремлют. Мы, например, у нас в лаборатории ведём широкие исследования выявления таких целлюлозоразрушающих организмов, которые могут использовать в качестве единственного источника углерода только метилцеллюлозу. Обыкновенная целлюлоза, немножечко изменённая по отношению к тому, что мы имеем в фильтровальной бумаге или непосредственно в растениях или в древесине. Кроме того, даже нами найдены микроорганизмы, которые способны к азотфиксации одновременно. То есть они живут на средах, в которых нет минерального источника азота. А также на среде одновременно, которая содержит фосфор в недоступном виде. Вот мы их выделяем на чашечках, испытываем всех друг с другом. Вот можно видеть, какие-то хорошо растут, какие-то совсем не растут. Мы их выделяем, изучаем и делаем из них самые настоящие эффективные микробиологические удобрения. Конечно, путь от лабораторных экспериментов до препаратов не быстр. Однако же важно двигаться в этом направлении для того, чтобы предложить впоследствии людям, не знаю, через сколько лет. Но в будущем по-настоящему действительно эффективные микроорганизмы, которые помогают повышать плодородие почв, восстанавливать плодородие почв и производить богатый и здоровый урожай на наших участках. Не верьте мракобесам из интернета, верьте своей интуиции, верьте хорошим научным публикациям в реферимых журналах, спрашивайте, задавайте вопросы, получайте несколько мнений и выбирайте то, которое для вас является наиболее авторитетным. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!